Интересные эксперименты провели учёные над карликовыми шимпанзе Бонобо из рода Гоминид. Суть экспериментов в изучении различий между людьми и приматами в сфере кооперации с другими особями и выборе предпочтений между социальными и антисоциальными элементами общества. А именно, кому отдадут предпочтение обезьяны из двух типов – помогающим или вредителям, так как люди предпочитают помощников уже с трёхмесячного возраста. Дети и взрослые охотно вознаграждают помощников и стараются порицать вредителей или людей которые бездействовали будучи свидетелями этих процессов. И это является ранними просоциальными предпочтениями людей при выборе форм сотрудничества вне парного взаимодействия, взаимодействия, что не проявляется у других животных. Здесь стоит отметить, что такое взаимодействие у людей не относится к выбору женщинами потенциальных партнёров для размножения, так как в большинстве случаев у женщин срабатывает животный инстинкт, при котором они выбирают не самого доброго и отзывчивого партнёра, а самого жизнеспособного, иногда даже вопреки своему собственному благополучию. Бонобо – самые социально ориентированные среди обезьян и более терпимы, чем их близкие родственники шимпанзе и могут добывать пищу благодаря сотрудничеству, а также добровольно делиться ей как в неволе, так и в дикой природе даже с незнакомцами. Также нейронная архитектура бонобо обладает набором характеристик с большей чувствительностью к другим, включая и эволюционный выбор на сглаживание мужской агрессии путём имитации самками готовности к размножению в длительный период, чтобы снизить агрессивность самцов, тем самым подчиняя их себе. Авторы работы, опубликованной 4 января 2018 года, биологические антропологи Кристофер Крупинье из университета Сент-Эндрюса в Шотландии и Брайан Харре из университета Дюка в США задействовали в экспериментах до 24 особей женского и мужского пола, которым показывали различные ситуации с разноцветными геометрическими фигурками, у которых были глаза, что важно, и с реальными людьми – актёрами. В первом эксперименте Бонобо показывали на экране альпиниста, сбиравшегося на гору, который после нескольких неудач получал помощь от другой фигуры, а после достижения высоты его вниз сбрасывала третья фигура, а потом кусочки яблок накрывали фигурками, участвовавшими в анимации и предоставляли обезьянам выбор. Во втором эксперименте принимало участие 22 бонобо разных полов и живые люди – актёры. Суть эксперимента заключалась в том, что один из актёров терял игрушку, а второй её находил и возвращал потерявшему, а третий препятствовал возврату игрушки. После чего, к обезьянам подходило два противоположных участника, а именно помогавший найти игрушку и тот, который не давал вернуть её, с равными кусками яблок, чтобы проверить кого выберут бонобо. В третьем эксперименте повторялся второй эксперимент, только в нём помощник и препятствующий менялись местами, чтобы проверить изменится ли предпочтение бонобо после изменения в поведении. В четвёртом же эксперименте участвовали всего две разные фигурки, которые занимали место в круге. В одном из роликов одна из фигурок насильно выталкивала другую из круга, а во втором сюжете фигурка как бы опасаясь самостоятельно уступала место доминирующей фигуре, демонстрируя подчинение. Ролики были специально показаны в разное время, чтобы не вызывать предпочтений. И также обезьянам предоставлялся выбор. В результате бонобо в отличии от людей во всех экспериментах проявили предпочтение к вредителям, не проявляя симпатии к положительным с точки зрения человека участникам. Интерес бонобо к препятствующим может отражать притяжение к доминирующим индивидам, поэтому такое поведение служит поддержкой гипотезы о том, что просоциальные предпочтения играли главную роль в эволюции человека. Хотя сотрудничество между собой у бонобо похоже на человеческое, однако выбор их также может быть связан с тем, что они предпочитают более могущественных союзников, которые являются антисоциальными в отношении к другим. Это проявляется и в дикой природе, когда бонобо делятся пищей. Так они предпочитают выпрашивать пищу у более высокопоставленных особей, даже тогда, когда они могут взять её и сами, тем самым проверяя отношение к себе более сильных приматов. Эксперимент также продемонстрировал, что обезьяны четко различают взаимодействие между третьими сторонами, независимо актера это или анимации с глазами, оценивая при этом потенциальных социальных партнёров. А при вмешательстве в конфликт третьих сторон приматы часто поддерживают более высокопоставленного участника или того, кто уже побеждает. Недавние исследования также свидетельствуют о том, что самки бонобо предпочитают самцов более высокого ранга, а свои следующие эксперименты учёные намерены провести и на других приматах, изучая их социальные предпочтения.